Мечта моя заключается в следующем. Читать такие книги, ну, очевидно, и писать, и говорить таким образом, чтобы не делить людей на сектора, на интеллектуалов и простяков, на людей, которые читают только духовную литературу или только светскую, на домохозяек или молодёжку, это хипстерскую, значит. То есть желание моё давным-давно созревшее заключается в том, чтобы каким-то образом говорить и писать так, чтобы это было интересно всякому человеку. Это, может быть, дерзкое желание, вполне возможно, оно вполне неосуществимое. Наверное, даже вполне неосуществимое. Но, тем не менее, цель такая есть, и желание такое есть. И поэтому каждая какая-то вот статья, которая потом накапливается в книге, откладывается таким вот, как планктон оседает в море, это вроде там курочка по зёрнышку плюёт. Значит, там статейка, где статейка, здесь заметка, здесь большая статья, здесь рассказ, здесь очерк, она потом формируется в книге. Но аудиторией всех этих текстов является неизвестный читатель, то есть который, я не знаю уровня образования человека, который он пишет, я его себе не рисую в воображении, я не знаю его опыта жизненного. Поэтому я надеюсь, что сказанное слово будет западать в душу самых разных людей. Будет приятно, если, например, ты узнаешь, что среди твоей аудитории есть человек с классическим, фундаментальным, серьёзным образованием, например, учёный какой-нибудь. Это будет означать, что ты сам, не будучи учёным, и не дотягивая по образу образования для учёных, что является моей личной печалью, я остро чувствую дефицит образования, знаний. Но если, например, учёный скажет, я считаю, что кур, мне понравилось, то будет знаком того, что тогда, в общем-то, получилось. Или простая женщина, например, домохозяйка, мать семерых детей и бабушка 28 веков, скажет, я считаю, мне нравится. Тоже будет успех. Если учёному и бабушке нравятся, а потом ещё какой-нибудь пацан, пацанёнок, мальчишка или юноша, пылки с обзором горящим скажет, им не нравится, то это будет ещё умножение похвалы. Таким образом, мне бы хотелось, чтобы самые разные кластеры, такие страты, такие слои населения, обществу, чтобы они отзывались на слово, сказанное с человеком. В конце концов, и народного артиста давали в Советском Союзе человеку, которого любил народ в самом широком понимании этого слова. Не в том смысле, что писатель должен быть вот таким, народным артистом, а в том смысле, что его слово должно также откликаться в душе офицера, профессора, строителя, вахтёра, студента, домохозяйки, пенсионера, доктора, космонавта. А есть же такие актёры, действительно есть, действительно народно любимые актёры, народно любимые поэты, народно любимые поэты-песенники. То есть есть такие, то есть понятие народа, оно же не абстрактное, это вполне конкретная вещь. Тебя любят везде, там какой-нибудь Лев Лещенко, например, он мог летать там за полярный круг коленеводом, а потом приезжать, допустим, там к овцеводам на Кавказ, а потом оказаться где-нибудь в Краснодаре у, значит, не знаю, военной части. И человека принимают везде, хотя бы хоть одно и то же. Это высокая похвала человеку. Это высшая марка, знак качества на творчестве человека. То есть, значит, творчество твое созвучно самым разным людям, разного опыта, разного возраста и разного рода занятий. Поэтому мне кажется, что мы сохраняем возможность быть народом. Почему это очень важно, кстати говоря? Потому что одна из современных теорий разрушения мира и приведения его в новое качество, такая из теории одного политолога Громши, предполагает разбитие общества на много разных маленьких групп, каждый из которых будет называться меньшинством. Например, там, мамы-одиночки, там, ЛГБТ-сообщества, там, какие-нибудь там, рокеры, там, поперы, там, всякие там, байкеры, шмайкеры, значит, так, их будет очень много, этих маленьких, таких групп, которые между собой не общаются. Они друг другу не интересны, интересны только друг другу внутри своего маленького замкнутого сообщества. Их будет много. На них будет побито общество. Знаете, как большая капля ртути, упавшая, развивается на сотни маленьких шариков ртути. Но вы только кто-нибудь свистнет, скажет, давайте воевать за либеральные ценности. Они все друг раз под знаменом и вперед пошли. То есть это одна из теорий войны с классическими ценностями. Разбитие общества на сотни маленьких групп, не общающихся между собой, но быстро собирающихся на войну, когда нужно выступить против, скажем, там, православной церкви, например, или против классических ценностей, или там за аборты, или там за что-нибудь еще, там, за брова голубых. Вот. Поэтому общество находится под угрозой разбития на сотни маленьких группок, каждый из которых тебе совершенно непонятно. Потому что байкерам непонятны рокеры, там, рокерам непонятны хипстеры, там, хипстеры непонятны, там, те, кто вышивает макраме, а те, кто вышивает макраме, совершенно не интересуются теми, кто занимается ракетной техникой. Но если их так у всех свистни, они все собрались, как бы, значит, пошли на демонстрацию, власть менять, они все пошли. Потому что они занимаются разным, но дышат одним духом, безбожным. Вот так разбивается общество, так уничтожаются страны и народы. А я повторяю, что, поскольку народ это не абстракция, это конкретное явление, раз существует, скажем, народный артист, и существует вообще народная культура, народное творчество, и существует там народный подвиг, народный взлет, народное падение, то хочется говорить не просто в каком-то отдельном, конкретно взятом сектору, сектору нашего общества, а просто говорить человеку. И если он тебя услышал, независимо от того, что он очень образованный, или очень необразованный, он очень богатый, или совсем небогатый, но и тот, и тот, и тот тебя услышал. Это, по-моему, лучшая похвала. В принципе, это человек, человек он же одинаковый всегда. Умирать-то нам придется не в качестве богатых или бедных, даже не в качестве женщины и мужчины. Перед лицом смерти даже половые различия будут терять свою актуальность, потому что в жизни половые различия очень влияют на нашу жизнь. То есть женщина это послушание, мужчина это послушание. Это накладывает особенность на психику, на модель поведения, на одежду, на социальную роль, на профессию, на все. А вот смерть, это что? Это тоже манстерация. То есть, что сегодня ты умирать будешь уже не как мужчина, а как человек, не как женщина, а как человек. Так что кому... Вася, о чем ты пишешь? О всем. И кому ты пишешь? Человеку. Где ты увидел человека? Человеком же... Сейчас. Человек, это же на самом деле такая вроде бы банальность. На самом деле, где он, этот человек? Был такой чудак по имени Диоген, который раздражал общество, современное, тем, что он зажигал фонари, с дебилого дня ходил по городу, по торговой площади, по агаре и с фонарем. Когда я спрашиваю, зачем он занимается такими странными делами, он говорил, что я ищу человека. Тогда ему говорили, странный, очень... Он говорит, а вон сколько людей кругом. Вот в торговом центре, например, представьте себе, зажечь свечу и ходи по торговому центру, например, с зажженной свечой. Ищу лица, делай вид, что никого не видишь. Кто здесь? Кто здесь? Вот. Я ищу человека. Какого человека? Стрису к людей кругом. Вот там, 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 на любом этаже, в любом крыле этого огромного здания, огромное число людей. Здесь тишины нет, и одиночества нет, и людей здесь много. Как ты говоришь, ты че человека? На что Диоген говорил, я вижу хитрых лисиц, вертлявых обезьян, жадных и жестоких волков, похотливых коней, упрямых ослов, ни одного человека. То есть он их раздражал таким образом, возвышая в глазах раздраженных им слушателей, саму идею человека. Это кто такой человек? А кто он такой? Вся философия билась над этим вопросом. А кто же такой человек? То есть то, что мы люди, мы это как аксиомы воспринимаем. То есть, ну человек, а почему ты человек? Потому что родился от папы человека и мамы человека, и все, и больше ничего. Наверное, должны быть еще какие-то качества, такие существенные признаки того, что человек, а не плюнуть еще. Но и об этом стоит подумать, между прочим, уже... Да, я не затынулся. Может, что вы можете делать? Мы готовы вас слушать вечно. Поэтому говорите, говорите. Вечно, вечность у нас еще впереди, поэтому... Хорошо. Будем ли мы там вместе, это еще вопрос? Ладно. Хорошо, тогда здесь и сейчас. Ответы на какие вопросы найдут читатели Ваши книги? В общем, я продолжу то, что говорил. Да. Да. А у меня в связи с целью, я бы... Да. Вы справедливы. Вы справедливы. Да. Итак, человек – это существо, единственное в мире животных, которое не может быть тем, гем оно должно быть, только по факту рождения. В смысле, что если рождается, например, лошаденок, жеребенок, то он является таковым по факту того, что у него папа конь и мама лошадь. Никим другим он больше не будет. Ему дано все, что дано изначало в его природе, и он будет лошадью или конем, там, в зависимости от того, по половому признаку, значит, но он не более кем. Он не будет ни журавлем, ни канарейкой. То есть он будет всю жизнь тем, кем он родился, пока умрет. Также любое другое животное. Флора, фауна живет именно так. То есть там птицы, рыбы, и великопитающие и так далее. Один только человек имеет тяжелую задачу не просто родиться человеком, а стать им. Потому что, когда ребенок рождается, он является потенциальным человеком. То есть он дается имя, там, в зависимости от его регионной принадлежности его обрезывают или крестят, или что-нибудь еще с ним делают, в зависимости от того, среди кого он родился. Но потом его должны научить в целом ряду очень важных вещей. Конечно, ходить, конечно, читать, конечно, охотиться или садиться на коня, в зависимости от того, где он родился, от кого он родился. Но потом он научит, что такое добро, что такое зло. Ему говорят, что объясняют какие-то опорные вещи. И он должен сначала через язык, освоить язык обитания и благодаря языку как инструменту он должен понять, где он и кто он. Там небо, здесь земля, вот отец, вот мать. Это можно, это нельзя, это хорошо, это плохо, я должен быть таким-то, а таким-то быть не должен. Это вся очень сложная система координат делает человека-человек. Если я это с ним не сотворить, то он человеком не будет. Родится прекрасный малыш, розово-щеки, 3500, например, и так далее. Все хорошо. Но если вы его, например, поместите в какую-нибудь среду, в которой его будут кормить, но не будут с ним разговаривать, и так продержите его, то есть будут его кормить, одевать, подмывать, но не будут с ним разговаривать, то вы годам к трем потеряете всякую возможность научить его говорить. У него омертвеют. Рецепторы, то есть язык, уши, они станут неспособны воспроизводить человеческую речь. Если вы не научите его каким-то еще вещам таким, то он, короче, если вы пропустите два-три года воспитания, то у вас есть серьезный риск, что вы никогда не сделаете его социально адаптированным человеком, то есть ничего нам уже не будет. Тому есть примеры. В истории есть примеры, когда люди, которые не воспитывали два-три года начальной жизни, они не слышали речи человеческой, и их ни к чему не учили, они не становились людьми. Они так и оставались потенцией человека, то есть возможностью. Но они не превращались в яркого социализированного такого типа, который бы мог стать воином, ремесленником, взаимодействием, путешественником и так далее. Значит, человек – это единственное существо, которое должно не только родиться, но еще и стать собой. Все остальные не имеют такой печали. Если вы видели фильмы по передаче, какие-то по Discovery, там или Animal Planet, там передают, очень часто показывают, как быстро становятся на ноги новорожденные всякие там лошадки. Только они родились, только выскочили из материнского гроба, у них совершенно хилые ноги, нет никого навыка ходить, они шатаясь на четырех ногах, значит, только они уже ходят за родителями, уже тянутся мордой к вымене и в считанные дни они уже чистые лошади. Ну, маленькие, там, веселые, они там скачут, радуются, они еще не знают, какая жизнь тяжелая, им хорошо, но они уже лошади, все, уже готово, все. Такие же и волчата, и медвежата, и левята, они там чуть-чуть слепые, потом уже там раз, глядишь, уже бегают, возятся, кусаются, борются. Их не нужно годами носить на руках, пеленать, вставать к ним, там, кормить их, там, соски, там, вызывать к ним врача, они очень быстро становятся теми, кем они должны быть. И их никто не учит. А человека, если не учить, то он так и останется просто каким-то, сначала симпатяшкой, которого никто ничему не учил, потом каким-то странным человечком, которого никто ничему не учит, а потом просто обезьянышем каким-то, маугли. Маугли только в мультике красивый. Реальный маугли, это довольно страшное существо. Это скорее шариков, такой, знаете, причем еще не разговаривающий. Это чистый шарик. Это полуживотный, получеловек, лишенный навыков разговорной речи, социализации. И это довольно неприятное время. Поэтому перед человеком стоит задача стать человеком. И для этого нужно не только научиться говорить, но обязательно решить вопрос, например, нравственное, выбора, потому что человек это нравственное существо. Опять-таки, эту печаль имеет только человек. Лошадь никогда не будет жрать лошадей, извиняюсь, она не будет никогда хищником, потому что в ее природу это не вложено. Она будет травоядной. Она сама знает, что и есть. И сколько ты ей не принесешь шашлыков, она от них морда отвернет. А волк, опять-таки, никогда не будет самым кем-нибудь травоядным, никогда не будет волом, не будет солома жевать. У него есть свои навыки, он следовательно ему пойдет. А вот человек уже будет, он может быть кем хочешь. Здесь Диаген совершенно прав. И поэтому любая культура, любая цивилизация, она решает вопрос хорошо-плохо, можно-нельзя. То есть внутри этих повелений и запретов рождается человек-от личность. Советская власть тоже занималась этим. Глашатые упоры советской власти, понуждаемые властью, на заказ писали книжки типа Владимира Владимировича Горяковского, который Крошка сын к отцу пришел и спросил Акроха, что такое хорошо, что такое плохо. И папа этого рассказ помещает в книжке. То есть нужно объяснить людям, что такое хорошо, что такое плохо. Даже в тех культурах и цивилизациях, в которых Бог отрицается, что в принципе любая культура питается понятиями о добре и зле исходя из религии. То есть что говорит твой Бог о том, что хорошо, а что плохо. То есть если о Боге не говорить, то о добре и зле говорить невозможно на самом деле. Если не сказать о Господе Боге ничего, тогда невозможно говорить о том, что такое хорошо, что такое плохо. Общечеловеческая морали не существует. Я не знаю, удивляю ли вы с этим, или для вас это сногсшибательная новость, или это совершенно прописная истина, не знаю для кого как, но нету общечеловеческой морали, ее просто нету. В зависимости от религиозного выбора, от религиозного созрелого состояния, человек говорит это хорошо, это плохо, это запрещено, это табуировано, это позволено, а это предпочтительно. И эта задача стоит перед человеком. Поэтому наша современная жизнь, она только-только выгребает на эти совершенно здоровые берега, на которых мы опять понимаем, что нужно учить человека понятием хорошо-плохо, находить причем хорошие нравственные координаты, твердые основания. А почему это хорошо? Это очень сложный вопрос на самом деле. Это очень распространенная иллюзия, что я и так знаю, что хорошо, что плохо. Я вам приведу пример совершенно классический и совершенно невыдуманный из личной жизни. Мне где-то в возрасте 3-4 класса делали операцию на аппендицит и вернее так, спросим так, вот спроси человека теоретически, накормить человека хорошо, человек говорит дайте мне хлеба, и ты даешь ему хлеба. Это хороший поступок? Ну конечно хороший, кто будет спорить? Ну никто. Ты говоришь, а не дать ему хлеба это хорошо? Ну конечно плохо. Прекрасно, так и запишем. А теперь внимание, конкретный пример. Операция на аппендицит или любая полостная операция. Какое-то время нельзя ничего есть. То есть любое принятие пищи грозит человеку смертью. Не резями в животе, не по носам кровавым, а просто смертью. Раз тебе в живот залезли, покопошились, отрезали, значит ты должен один-два дня ничего не есть. День ничего не пить, а день-два-три ничего не есть. И вот реанимационная палата, лежат мальчишки и девчонки, а также рядом их родители сидят с ними, значит вытирают им, губки промакивают мокрыми ватками, держат их за руку, вытирают им под солба и утешают их после операции. Дети ноют, потому что отходит наркоз, у них болят там животики, как у бегемотиков в Африке, в сказке про эболитов. И они ноют, терпеть не умеют дети, мама мне плохо, мама хочу писать, там судно всякие там стоят, мама хочу это, и вот маленький мальчик, такой же как все остальные, но и тоже лежит на одной из корек, а с ним бабушка, и он говорит, бабушка, я хочу есть, и найдите мне, пожалуйста, такую бабушку, которая в ответ на просьбу ребенка хочу есть и накормит ребенка, найдите мне такую бабушку, это будет великая бабушка или странная бабушка, может быть глухая бабушка, но бабушка, которая слышит, в ответ на хочу есть, как бы несет что-нибудь поесть, там котлету, там не знаю, там что там, ведро сметаны, значит, там что хочешь, бабушки кормят детей, даже когда дети есть не хотят, а когда ребенок хочет есть, бабушка обязательно его накормит, но врачи предупредили бабушек, ни в коем случае не кормите детей, потому что это смертельно опасно для ваших детей, но бабушка обычно относится к врачам, как, что они там знают, они за деньги учились, за деньги сидят тут операции делают, мы знаем, мы без вас знаем, сами все сами, и бабушка бежит быстренько там в ближайший магазин, покупает теплую и хорошую булку вечернего попека, приносит ее под пальто втихаря внуку, и внук ее уминает, бабушка целует в лобике счастлив идет домой, потом им звонит говорит, ваш внук умер, ребенок ночью умер, бабушка ребенка убила, почему не фигурально, не абстрактно, не поэтически, а конкретно, она его убила, она дала ему запрещенный препарат, если угодно, то есть она превысила дозу лекарства, в общем, нарушила условия режима, кто из нее назовет нас убийцей сознательной, никто, она не сознательная убийца, но кто из нас откажется в том, что она убийца, она убийца, но она же ребенка дала человеку есть, в ответ на просьбу я хочу есть, теперь возвращаемся к первому вопросу, не дать человеку есть это плохо, мы говорили, да, да, плохо, а дать человеку есть это хорошо, да, да, хорошо, теперь сделаем поправку на конкретную историю, вы понимаете, что есть конкретные случаи в жизни, Когда не дать человеку есть, это и есть хорошо, а дать человеку есть, а конкретно и плохо. То есть поймите, что есть такие случаи, то есть абстрактное правило, дать есть хорошо, не дать есть плохо, оно не абсолютное. Из него есть исключения, причем угрожающие смертью человеку иногда при нарушении. И так со всеми остальными делами. Бить человека плохо, ну конечно плохо. А не бить человека хорошо, ну конечно хорошо, но мы и здесь можем найти сотни историй, конкретных ситуаций, когда, оказывается, в этой случае побить было бы хорошо, а не побить плохо. И так далее. То есть с добром и злом, оказывается, нужно разбираться. То есть наша теоретическая убежденность, что мы и так все знаем, что такое хорошо, что такое плохо, это очень иллюзорная убежденность. То есть на самом деле добро и зло это не абстрактные вещи. И нет таких абстрактных правил, которые были бы приложены всегда и везде к одним и тем же случаям и давали бы одинаковый результат. С Иисусом Христом очень важно тоже то же самое, что евреи получили закон. И они этот закон накладывали как трафарет на все, что происходило. Они наложили на Христа трафарет закона, а он не влазит в трафарет, он субботу нарушает. Там сказано, не делает им что-нибудь в субботу, он берет и делает. Они очень просто решили, не от Бога этот человек, он субботу не хранит. Ну и все, значит, давайте тебя убьем. Они совершили то, от чего расхлебаться до сегодняшнего дня не могут. И никогда не расхлебаются, пока не покаются. Наложили трафарет, а трафарет не совпадает. И все. То есть формальная правда никого не спасает. Формальная правда требует конкретного применения. И эко-тяжелейшее занятие Бог дал человеку для того, чтобы он упражнялся в нем. То есть человек – существо, рождающееся без всяких понятий. Потом это сейчас существо воспитуемое в определенных понятиях. Частично правильных, частично ложных. Все мы воспитаны кое-как, кем-то как-то. И частично правильно, частично ложно. То есть что-то в нас вложили хорошее, что-то плохое. У каждого из нас воспитание не идеальное. Оно есть у каждого, и у всех оно не идеальное. А потом нам нужно разбираться с вопросом, что такое хорошо, что такое плохо. И это вовсе не такой праздный вопрос. Он касается уже, а как Бог благословить, а что Бог хочет, значит, такое. Как бы не ошибиться. И так далее. Третий вопрос. Только это не было. Вопрос был, какие ответы, а точнее, на какие вопросы были ответы. А на первые ответы, мне кажется. Значит, на первые ответы. Мы на вторые ответили. А на самом деле, да. То есть человек не может получить исчерпывающих ответов на свое вопрошение. Не может. И не должен получать исчерпывающих ответов на свое вопрошение. Тогда бы это просто была какая-то универсальная программа для огромного числа компьютеров. То есть раз ты нравственное существо, значит, у тебя должны быть свои поиски, свои проба и ошибки и так далее. Вот все, что пишется в мире религиозной литературы, оно, мне кажется, пишется именно с этим настроением, с этой попыткой настроить коммертон человеческого сознания, человеческой души на улавливание правильных звуков. То есть нужно постоянно слушать. Это звучание невидимого мира и в этом, собственно, и заключается религиозная жизнь. Вот, в общем-то, об этом и все книжки пишутся. Это не только одна, другая, третья. Об этом все написано. То есть заповедь, например, не суди. Она ведь почему дана человеку? Потому что судить-то приятно и легко, и кажется, что и так все ясно. Это блудница, например. Что тут не судить-то? Ну, блудница она, я сам знаю, я видел. А это, понимаешь, хороший человек. А что тут? Если я знаю, я же-то разбираюсь. А кажется, вообще все не так. Она святее тебя, а тот вообще сволочь, который живет только потому, что Бог очень терпеливый. Возьмите Достоевского, Сонечку Мармеладову. Она же самая святая женщина в пространстве всего романа. И когда каторжники, каторжники столь страшные, что сбежавший с каторги человек, если встречался в лесу с медведем, боялся меньше, если он встречался с таким же каторжником, как он. То есть это страшные люди, душегубцы, за плечами, имевшие множество смертей. Эти страшные люди говорили о Сонечке матушка наша, Софья Ивановна, любезная, хранилица наша, ангел-то наш. То есть они чувствовали в ней святую женщину. Вот они знали, кто она такая, почему она здесь, что она пришла за раскольником. А я его не терпеть могли. Это ты убийца. Хотя он там одну старушку тюкнул, а они там за плечами имели кучу преступлений. Он говорит, ну ты, ты сволочь, тебе жить нельзя. И они там его все зарезать порывались. А в ней они чувствовали человека. И говорит, ну понимаете, то есть казалось бы, потому и не суди, потому что ты не знаешь. А что ты знаешь? Вот стоят деревья в лесу зимой, и все без листьев. Или в саду, еще лучше в саду. Потому что деревья в лесу, они просто зазеленеют, а в саду еще заплодоносят. Ты же не можешь, если это не твой сад, а ты туда первый раз пришел, с уверенностью сказать, какое дерево будет особенно плодовитым, красивым, и чьи плоды будут особенно вкусными весной, летом, не знаю, осенью. Не знаешь. Ну вот стоят они все голые, снегом покрытые. Например, не так же и люди. Поди с уверенностью, скажи, например, что вот этот святой, а этот не святой. Вот ты знаешь. Поскольку не знаешь, то и не суди. Это отсюда, как бы это попытка, так сказать, устраниться от поспешных решений. Попытка устраниться от скоропалительных выводов о том, что ты вообще не понимаешь. И поэтому просящему у тебя дай, например. Если даже тебе на коне прискачет человек и скажет, дай мне там что-то, хлеба дай мне, а сам на коне сидит, а ты как бы пешком ходишь, то просящему у тебя дай, потому что не знаешь, что с ним, почему он просит. Есть же много таких случаев, когда, допустим, у Василия Блаженного случая, когда он попавшую от него в руки милостыню отдал человеку в лисей шубе на базаре ходившему. Хотя кругом была масса людей в тряпье. А почему? Потому что это был купец, которого обокрали. И на нем только одна шуба и осталась. Он стеснялся милостыню просить. Он в жизни руку не протягивал. Говорит, Воробьянин никогда не протягивал руки. И он ходил, пока он уже чуть ноги не протягивал. То есть он от голода просто загибался. А стыдно было человеку, стыд, как бы это серьезная лужда. И святому было открыто, что этому нужно больше. И он дает ему, хотя кругом вроде нищих полным-полно. И так умели святые, так всех разгрести, подойти к тому, который не похож на просящего, на тебе, а ему больше всех надо оказываться. То есть святость снимает эти вопросы. Святость, которая видит, она не просто думает, или чувствует, или так нюхает воздух, так сказать, присматривается. Это мы такие. Мы присматриваемся, принюхиваемся и ошибаемся. А святость видит, она не ошибается. Но пока у тебя святости нет, не суди. Просящими у тебя дай. И так далее и тому подобное. И просящего идти с ним поприще, иди с ним давай и так далее. То есть от того, что мы слепые, от того, что мы не видим духовного мира, он у нас закрыт пока что еще. И слава Богу, что закрыт. Потому что если мы увидим огромное количество происшествий, происходящих вот здесь вокруг нас, с нами везде, вот так сквозь стены бы увидели, и рядом с нами что происходит здесь, но нас бы тут же и увезли. Потому что это невместимое зрелище, совершенно невместимое зрелище. Как пророк Елисей однажды попросил Богу, когда Самарию осадили осирийцев, и его ученики перепугались, он говорит, Боже, покажи ему, открой ему глаза. И открыл Господь глаза ученику, и он увидал огромное количество ангелов, которые крылатые, страшные, как воины, такие великие, такие огнедышащие, таки вокруг, значит, их стоят, прям такой такой, что мы свое сердце видели, что мы свое прошлое помним, что мы свое будущее знаем, что мы свое настоящее знаем, ничего не знаем. Поэтому не дергайся и будь внимательен, будь внимателен и осторожен. Потому что человек стыдится прошлого, боится будущего и вообще не понимает, что происходит сегодня. Вот наш портрет на самом деле. Будущего я боюсь, мало ли что там впереди, в конце концов смерть сто процентов, еще неизвестно какая. А прошлого я стыжусь, это точно, иногда спокойная совесть означает просто слабую память. Прошлого стыжусь, будущего боюсь, а сегодня мне непонятно что-то, как со мной сегодня, это вопрос большой. Святой говорит, будущего я жду, в прошлое я забыл, а сегодня мне хорошо. Вот это цель жизни. Мне хорошо сегодня, а в будущее я иду туда, а я знаю, что меня там ждет, а в прошлое я не знаю. Так, он говорит, в прошлое забывайте, в будущее простирайтесь. В прошлом копаться не надо, кстати, надо забывать его, надо вылазить из будущего, как из старой кожи, потому что люди обычно не живут сегодня, они ковыряются в прошлом и мечтают о будущем. То есть занимаются двумя бездельными занятиями. Чего в будущем ковыряются? Чего в нем ковыряются? Нет, ковыряются, ковыряются. Нравятся, растравляют душу. Или про будущее мечтают. Чего они о нем мечтают? Но все равно будет не такой, как ты думаешь. 100% не такой. Живи сегодня. Значит, если имеешь Бога, то живешь сегодня, а в прошлом забыл, в будущем не боишься. А так обычно повторяю, что мы живем печальной жизнью, в которой будущее страшно, прошлое стыдно, а сегодня такие. Это у нас сметана или молоко? Такое. Вот что-то такое у нас, непонятно что, понимаете. Так что об этом пишутся книги, как жить человеку на свете. Слишком много теоретических знаний, слишком много написано и сказано. Вроде бы казалось бы, да сколько еще можно писать? Чего писать-то вообще? Может быть, не нужно уже это все писать? Как говорил полковник Скалозубь, собрай все книги, да и сжигай. Чего их писать-то? Люди, между прочим, регулярно сжигали книги, они уставали от книг. Книг брали просто и сжигали, это не только Гитлер сжигал книги. Например, Халиф Амар был такой, праведный халиф, один из четырех праведных халифов мусульманских. Он захватил Александрию, а там была Александрийская библиотека. Чтобы вы понимали, что такое Александрийская библиотека, то весь торговый центр юбилейный, это было одно ее крыло. И все было забито книжками, рукописными книжками, в каждой из которых не имело тысячи экземпляров. Это были книжки, написанные руками, неповторимые, уничтожение которых не подвергалось восстановлению. Была огромная библиотека, это чудо света настоящее было. Он спросил, а в этих книжках написано то, что есть в Коране? Он говорит, ну да, ну как бы да, там про то, про сё. Он говорит, так зачем они нужны? А там есть такое, что в Коране не написано? Он говорит, ну конечно. И так тем более зачем они нужны? Ну и сожгите и всё. Взяли и сожгли, и всё, сгорело всё. Рукописи ведь горят. Булгаков сказал, что рукописи якобы не горят. Это неправда. Горят ещё как. Люди устают от написанных книг. У них возникает соблазн. Да не сжечь ли это всё и оставь такую маленькую книжечку. Так было, допустим, у ислама такой чистый соблазн. Войны с культурой. Философов сжечь, астрономов сжечь, это сжечь, это сжечь. Оставим только себя Аль-Коран. Но потом прошло 200 лет и мусульмане с жадностью стали учить Аристотеля, заниматься изучением звездного неба и опять написали тысячи книг. Потому что без культуры человек жить не может. Так же и бывает, ну Советский Союз, например, тоже, он же коммунистический соблазн. Уничтожить это всё. Всё это сравняет с землей. Что это такое? Зачем оно всё нужно? Кому это нужно всё? Под нож. Маленькую методичку. Книжка бойца Красной Армии, книжка домохозяйки. И хватит. А потом начали опять собирать по крохам то, что осталось. Писать, создавать, снимать, восстанавливать. Потому что человек не может жить вне культуры. Он живёт обязательно в культурной среде. И чем она богаче, тем человек устойчивее. А чем она мельче, тем человек уязвимее. Так что, с одной стороны, кто-нибудь скажет, да зачем оно всё нужно? Вот, допустим, протестанты, с ними разговариваешь, бывает такое. Он скажет, а ты читал, например, вот это, вот это, вот это. Он говорит, слушай, зачем это читать? Я читаю Библию. Мне хватает. Вот типичный абскурантский подход. Такой абскурантизм в чистом виде. Это, на самом деле, всё это нужно ведь тоже. Да что же нам всё нужно? Вот это всё. Потому что в Библии тоже есть любовная лирика, песня-песня, хроники царей, исторические, книжки, собственно. Космология, например, в начале было, когда я строил двух неба и земли, и так далее. То есть там всё есть, на самом деле. Почему? То есть это всё тоже нужно. Это всё, на самом деле, это комментарий в Библии. Всё, всё. Или комментарий со знаком «плюс», или комментарий со знаком «минус». Вот. Поэтому человеку нужно разобраться вот с собой, с культурой, с миром, и решить для себя тысячи самых важных вопросов. И если уж писать что-либо, то писать именно об этом. Что-то у нас следующее? Спасибо. Я хотела спросить, может быть, у читателей есть вопросы какие-то? Должны быть. Я знаю, вы просто никак ни духа не наберётесь. А что ты набирался? А я не знаю. В следующий раз мы встретимся раз или через восемь. Кроме тех, кто в церковь ходит. Но в церковь я тоже не буду сами лично разговаривать. Но если буду, то не со всеми, и не всегда, и не столько, сколько вы хотите. А там три минуты, пять, и не более. Потому что нет времени просто. Ну просто нет физических отделов, но это же невозможно. Вот поэтому если есть, то нет. А нет, так слава Богу, я вам какой-нибудь недо сейчас расскажу. Нет, у меня есть просто. Я готовилась, но я обязана спросить, а то вдруг как делим когда-то внимание. Ну что, нет? Хорошо. Тогда я спрошу. Насколько сейчас велик интерес людей к церковному празднику? У людей очень велик интерес. У людей есть голод, который они не понимают. Современный человек – это человек, знаете, какой. Это всё, которому нужна церковь, как воздух. Но он рычит на церковь, как больной. Он как больной на врача. То есть он похож на холеричного больного, находящегося в жару, который срывает все повязки. Вырывает из себя капельницу, значит, только мечется по постели, говорит, отстаньте от меня, уйдите от меня, оставьте меня в покое. Люди очень настроены против церкви, очень многие. В силу специфической антицерковной пропаганды, которая никогда не заканчивалась, в силу личного невежества и в силу быстрой восприимчивости ко всякому голосу со стороны. Вместе с тем, одновременно с этим, люди очень хотят церкви, они очень жаждут её. И когда человек находит церковь, находит её подлинно, то есть он находит в ней и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Тогда он говорит примерно то, что говорил блаженный Августин, который нашёл Бога довольно поздно, особенно для тех времён, за тридцать ему был, под сорок уже был. Он говорил, о поздняя любовь моя, как же поздно я тебя узнал. Это его исповедь. Кстати, вот то, что нужно прочесть, например, исповедь Августина, желательно прочесть. Это одна из таких фундаментальных книжек, которые нужны для восполнения своего образования, брешей в нём. Потому что все остальные жанры исповеди в литературе очень яркие. Исповедь Жан Жака Руссо, например, можно вспомнить, и всякие дневники, и воспоминания, и всю литературу, связанную именно с исповедальным жанром. Это там миллион книжек на эту тему. Так вот Августин, он один из первых таких. Так вот он сказал про приход к вере. О поздняя любовь моя. Человек одновременно и хочет идти к Богу, и не хочет. Ему и интересно, и страшно. Он не доверяет никому, и сомневается в церкви, в её служителях. Он может повторять какие-нибудь расхожие фразы про то, что церковь – это разновидность бизнеса, например, есть такая фраза расхожая. Её дети в пятом классе повторяют. Не то, что взрослые люди. А что церковь? Церковь – это просто бизнес. Батюшка просто работает. Свечки продаёт, сказки рассказывает. Вот и всё. Как бы так. Есть много таких гвоздиков, забитых в голову человеку, люди с этими гвоздиками живут. А душа всё равно хочет, душа просит, душа ищет. Люди ищут, тыкаются. То зайдёт, то выйдет, то спросит, то поддержит разговор антицерковный, то потом совесть его заболит. И, конечно, здесь задача архи сложная, архи важная – дать человеку ту пищу, которую он переварить может. Вы же понимаете, насколько мы разные? Это же совершенно невместимо на самом деле сказать, например, проповедь, которую вы все поняли одинаково. Если в храме стоит 20 женщин, 30 мужчин, скорее наоборот, 30 женщин, 20 мужчин, разных возрастов, разного достатка, разного житейского опыта, разного духовного опыта. Одни ходят в церковь в год, другие уже по 8-10-15 лет. Совершенно невозможно с точки зрения информативной сказать что-нибудь такое так, чтобы всем понравилось, всем было полезно. Потому что один не поймёт и не запомнит, а другой схватится за тебя и скажет, расскажите мне ещё раз об этом, потому что я всю жизнь этого ждал. А третий скажет, что он такое меряет, ни одно слово не понимает. А четвёртый обидится и убежит, потому что он покажется кощунцем, то что сказал и так далее. То есть перед церковью в лице её служителей стоит сложнейшая задача разговаривать с людьми на самые разные темы. И рассказывать им о церкви совершенно нормальным языком. Таким языком, на котором мы говорим, когда покупаем хлеб. Собственно церкови нужна человеку, как хлебная лавка. Церковь, в принципе, нужна человеку как скорая помощь, как отделение милиции или как кто-нибудь, что-нибудь такое похожее. Вот заболела как бы. Нужен ли тебе доктор, когда ты не болеешь? Да нет. Как-то меня не интересует проблема врачей и пока я не болею. Но только я заболею, сразу всё будет интересно мне. И финансирование больницы, почему не принесли лекарства, и почему такие злые санитарки. Сразу всё интересно стало. Потому что я заболел. А когда я не болею, мне плевать на вашу больницу, что такое. Я здоровый человек. Значит, и мы к Богу идём как в больницу, когда заболею. Давай вылечь, исцеляй, помогай. Или как к милиционеру приходим. Защити меня, мне страшно, на меня нападают. Пока не нападали, ты что зовёшь милиционеров, что ли? Они для тебя все менты, ты про них сериалы смотришь. Правильно? Кто такие милиционеры на тебя, пока на тебя не напали? Ну кто это? Менты какие-то. Про них кино снимают. А когда тебя вдруг взяли за жабры, где-то в подворотниках, вот здесь при выходе из Европейского, ты будешь орать, что ты будешь орать? Мама? Может быть. А скорее всего, милиция будешь кричать. И правильно сделаешь. И прибежит таки кто-нибудь, какой-нибудь сержант Петренко, и уже будет легче тебе на свете жить. Поэтому Бога мы зовём как милицию на помощь, или как доктора на срочный вызов. Пока мы не болеем, пока не страшно, нам не нужен. Ещё он, правда, нужен как спонсор. Дай мне. Дай мне. Ты богатый, у тебя всё есть, дай мне. У меня нет. А так, чтобы мы как к Богу приходили, то такого очень мало. Как это самое, как есть у Крылова такие слова, что Бога знать быть нужно Богом. Но чтобы любить и чтить Его, довольно сердце одного. То есть, по мысли Крылова, наличие в груди человеческого сердца делает человека нуждающимся в Боге, чтобы любить и почитать Его, чтить Его. Чти Отца и Матери. Знаете, как много людей родились, не видевших отца, не видевших отца своего. Я знаю таких историй, очень много лично знаю. Значит, когда человек, допустим, он спрашивает, мама, кто мой папа? Ну, пока ребёнку там лет пять, семь, десять, там мама рассказывает ему сказки, что папа твой полярник, он добывает нефть за полярным кругом, значит, или папа космонавт, он улетел на Марс, значит, оттуда с Марса тебе кивает ручкой. Значит, такой. Потом ребёнку уже шестнадцать лет, он уже знает больше о жизни, он понимает, что папа не за полярным кругом, как бы, и, скорее, не на Марсе. И он уже замолкает и не спрашивает. А потом ему уже двадцать, двадцать пять, он спрашивает, где мама? А кто мой папа? И там где-нибудь, там, каким-нибудь длинным зимним вечером, там, расплакавшаяся старушка, говорит своему сыну, уже давно выросшему, знаешь, сынок, было так-то и так-то, значит, там, то-то и то-то. А где он сейчас? И люди уже седые, с седой головой часто, уже сами свои семьи имеющие, имеют жадное желание, ну, хоть на старости лет, ну, хоть после тридцати, хоть в зрелые годы, найти своего отца. Некоторые, чтобы по морде ему дать. Есть такие случаи. Нашёл отца и дал ему в морду, и уехал довольный. И всё, и больше ему ничего не надо. Есть такие случаи. Лично знаю. Есть люди, которые находят своих отцов, там, уже постаревших, поседевших, там, побитых жизнью, и вот плачу тобой. Я твой сын. Я тебе ничего не приехал просить. Просто в глаза тебя посмотреть. Вот примерно так же, где Бога ищут, понимаете? Это где мой папа? Кто мой Господь? Кто Бог мой? И вот эта такая естественная жажда Бога, она есть в человеке. Только она засорённая, забитая предрассудками, грехами, всякими прочими-прочими глупостями, гадостями. И человеку, конечно, благо будет тому, кто сможет донести до хотя бы кого-то вот эти такие правильные понятия о нашем Небесном Отце. Апостол Яков так правильно прямо и пишет, что кто обратит грешника от злых путей его, тот душу спасёт и покроет множество грехов. То есть разговаривать нужно с людьми. Конечно, нужно молиться за людей, но не только молиться, ещё и разговаривать с ними. Разговаривать нужно с ними. Им интересно всё, но они боятся спросить. Боятся, но человек боится незнания. Вообще, это, вы знаете, хорошо, например, когда человек не боится спрашивать. Есть прекрасная такая мысль восточная, что спросить, задать вопрос – это минута стыда. Ты знаешь, я не знаю. Мне стыдно, но я не знаю. Мне уже много лет, но я ни разу не был на исповеди. Мне стыдно, но что? А вот не спросить – это всю жизнь стыдиться, всю жизнь не знать. Люди боятся, люди стыдятся. Я не знаю, как себя вести – не знаю. И есть много препятствий к этому, но интерес к этому у людей всегда есть. Всегда есть. Он какой-то такой закрытый, закопанный в человеческом сердце. Причём я вам вот что ещё скажу, что сейчас же мир очень активно, так сказать, взаимопроникаем. Ну, например, к нам приезжают в большие города-миллионники, огромное количество самых разных студентов из разных стран. Приезжают индусы, пакистанцы, камбоджийцы, например, не знаю, чехи, шведы. Ну, самые разные люди учатся. На инженеров, на врачей, на кого-то ещё. Вы знаете, что среди них попадаются люди, которые заходят и в наши храмы тоже. И, например, человек приехал получить профессию инженера или врача, и на втором-третьем году, ну, на первом году он просто учился, потому что тяжело на первом году иностранцу учиться, язык нужно выучить, к этим халатам привыкнуть, там освоиться в городе, там друзей найти. На втором году он чуть стал меньше учиться, стал там по кафе и барам загуливать, и парой просыпать. На третьем году он боится, что его выгонят, опять начинает учиться. А на четвертом он уже всё знает, он уже почти такой, как мы. Он уже всё говорит по-русски, там всё уже в Москве освоилось, или в Ростове, или где там ещё там, в Екатеринбурге. Вот они начинают заходить в наши храмы. Эти индусы, пакистанцы, шриланкийцы. И вы знаете, есть среди них такие люди, которые полностью влюбляются в нашу веру, растворяются в ней. И к нашему стыду они лучше нас в сотни раз. Они будут потом на страшном суде судить нас, самим фактом своё присутствие. Он скажет, я приехал к вам для того, чтобы выучить профессию, допустим, горного инженера. Но я здесь у вас Христа полюбил. А вы здесь, и я был просто Бармалей из Пинджала. А вы здесь, крещёные, дышите Святым Духом. Вокруг вас туда не глянь, везде храмы. А вы живёте, как свиньи. Ничего святого, своего святого ничего не знаете. Понимаете? Вот эти люди будут нас судить. Как Николай Сербский говорил. Сербы говорят, вас будут судить мусульмане и цыгане. Потому что они душе вас. А вы, святой когда-то народ, стали сволочами. Он ещё хуже говорил. Он вообще говорил, с них шкуру снимал просто. Говорит, смотрите, в кого вы превратились. Смотрите, кто ваши предки, смотрите, кто вы такие. Те, которые Бога не знают, на страшном суде будут душе вас, и они будут вас судить. То же самое и мы. Поэтому, в сегодняшнее время, такой лёгкой информативности, оно соблазнительное такое. В том смысле, что когда у нас была эпоха, когда, знаете, ничего от церкви нельзя было узнать. Ничегошеньки. Всё, что можно было от церкви узнать, исчерпывалось тремя-четырьмя источниками. Ну, например, великолепный фильм Андрея Тарковского Андрея Рублёва. «Страсти по Андрею». Там какие-то монахи были, какие-то храмы, какие-то колокола, какие-то князья. Что-то такое было. Потом была прекрасная, значит, это самое, прекрасная, короче, сказка Пушкина «Попей работники в Балде», тоже такой великий источник знаний о церкви. Ну, и ещё был отец Фёдор из «Двенадцати стульев». Ну, собственно, всё, что знали о церкви люди, как бы, в течение семидесяти с лишним лет. И нам думалось, нам казалось, что как только начнут появляться передачи про церковь, фильмы о церкви, храмы откроются, люди валом поварят, и всё будет хорошо. Сначала вроде бы так и было. Но потом процесс первичного насыщения очень быстро закончился. И возник вопрос качественного углубления. То есть мало просто в церковь войти. Мало просто посмотреть кино про то, как там ребёнок свечку лепит, и его глазки ярко светятся в свете горящей свечи. Этого мало. А как семью свою строить? А как начальника, простите, если он кровь пьёт? А как к деньгам относиться? А сколько детей рожать? А как предохраняться, если жена заболела, допустим, и рожать больше не может? А как, а как, а как, а как? А как за покойных родителей молиться, например? Как относиться к тому-то или к этому-то, к брату родному, которому ты дал деньги в долг на год? Пять лет прошло, он тебе ни копейки не отдал. Как нашу жизнь вообще соотнести с нашей верой? Как жить вообще на свете? Уже потом просто свечку лепить, как бы и колокола слушать, как бы оно хорошо до некоторого времени. И вот у нас стоит задача того, что всё есть, всё открыто. Но теперь уже вопрос стоит качественного углубления, а не просто поверхностного ознакомления. Нужна личная работа над собой. Кто из нас любую профессию… Вот вы себя, допустим, перешифруйте на себя там, свой личностный рост в плане своей профессии. Допустим, вы переводчик английского, с английского. Вы только вспомните, сколько вы потратили интеллектуальных, моральных, физических сил, недоспанных ночей, нервов на экзаменах. И сколько, значит, времени, просто физического времени для того, чтобы быть хорошим специалистом своей конкретной профессии. Это же, слушайте, это же огромные куски, так сказать, затратные куски времени, сил и так далее. А думаете, чтобы научиться, например, терпению или мужеству, или великодушию, или состраданию? Думаете, что меньше, что ли, надо потратить сил? А само собой вот так дастся. Не дастся, мы уже пробовали. Мы пробуем, оно не даётся. Поэтому, что ж, я повторяю, что интерес к церкви будет всегда. Потому что истина убита, затёрта и навеки спрятана быть не может. Другое дело, способен ли человек воспринять истину, и интересна ли она большому числу людей? Наверное, нет. Наверное, здесь уже колеблются характеристики, количества. Но очень важно понимать, что если жажда истины в народе затухает, народ теряет право на существование. Как только Бог не будет интересен людям, причём не интересен навсегда, так, чтобы сказали бы, отстань от нас и отойди от нас, ты не нужен нам. Как только такое умонастроение угнездится в сердце большинства людей того или иного народа, такой народ по сути расписывается в своём желании исчезнуть. И он исчезнет. И не избежит исчезновения. Как он исчезнет, это уже вопрос техники. Нападут на него или вымрет он там, или сам себя перекусает от бешенства, или растворится в пришельцах, или что-нибудь ещё с ним случится. Это уже дело техники. Он исчезнет. Человек – это существо не столько физическое, сколько метафизическое. Человек с точки зрения физики, с точки зрения тела – это кусок глины, которому нужно кубометр земли, чтобы его похоронить. И всё, можно и забыть про него. Однако, вот не забываются Шекспиры, Ньютоны и Коперники, Серафима Саровски, Сергей Радонежский, не забывают. Земля поглотила, даже некоторых земля не держит, отдает, они лежат, и тела их благоухают. Человек – это существо, ради которого мир создан. Это не тот, которого похоронили и забыли. Это тот, для кого сияют звёзды. Тот, без присутствия которого нет смысла ни в океанах, ни в морях, ни в птицах, ни в рыбах, ни в закатах, ни в рассветах. Это метафизическое существо, это самое любимое творение Божие. Он не так просто создан, и не так просто должен жить. Бог очень долго терпит человека, и очень много делает, чтобы человеку жить вечно. Вы представьте, опять-таки, всё, что вы сделали сами, руками своими, например. Хозяйка пирог спекла, а его на проезд никто не стал. Ну, обидно. Хозяин, допустим, во дворе клумбу разбил, а пацаны прибежали и растоптали всё. Но это можно инфаркт получить, это обидно. Ты дерево посадил, а у него ветки обломали. Ты картошку посадил, а её вор ночью выкопал. Ты стекло застеклил, а его камнем разбили. Да это можно инфаркт от этого получить потом. А это всего лишь стёкла, картошки, яблоки, деревья и пироги. А человек, ему не так просто погибнуть. Его бывает чайной ложкой и полгустой, и он улет, если Бог разрешит. А бывает, что его и топишь, и жжёшь, и вешаешь, и режешь. Он живёт, и живёт, и живёт, и живёт, чтобы Бог хочет, чтобы он жил. Это не случайное существо. В нас столько всего намешано. У нас, если все наши жилы и капилляры вытянут в одну нитку, то земной шар можно опоясать три раза по экватору. В каждом из нас столько всего. У нас в одной ложке чайной крови, любой, артериальной или венозной, содержится больше информации, чем в британской библиотеке. У каждого из нас. В каждой капле семени мужского содержится вся история мира. И когда рождается новый человек, в нём уже отображена вся история человечества от самого Адама. Это всё мы. Это мы такие сложные. Мы архи-сложные. У нас волосинка одна, если её вырвать, и в микроскоп посмотреть, то она окажется очень сложной. Окажется, она сложнее, чем газопровод Уренко и Памар и Ужгород. Там будет какая-то там луковица, внутреннее тело, внешнее, то-то, сё-то, волосинки одной. У нас их миллиарды. О глаз человеческий, о ушко человеческое, о капле слюны человеческое, о биении сердца, о стихи, написанные человеком, о любовь человеческая, о молитве человеческой. Это слишком дорогое существо, чтобы так вот взять его, подумаешь там, нового созданного. Бог любит человека, Богу слишком дорого дался человеку. То есть он очень дорого сделан, он очень красивый, он очень дорогой, сложный, хороший. Это не поломанный каблук, не разбитое стекло, которое тоже жалко. Поэтому и продолжается история по этому, и вновь продолжается бой. Потому что история очень сложная, что Бог не хочет, чтобы мы до конца загнили в грехах своих, оскотинились и перестали вообще стремиться к тому, к чему нас предназначено. То есть у нас большая перспектива вечной жизни. Какая она будет, мы даже представить себе не можем. В Евангелии много написано про ад. В Евангелии много метафор, или там может быть не метафор, а таких неких образов, таких живописующих адскую реальность. И ни одной про рай. То есть про ад мы можем, ад можно представить, а рай невозможно. Про ад написано, там зубы скрижещут, огонь не гаснет, тьма несветимая, плащ неутешный, червь неусыпающий. То есть там штук 5-6-7, там огромное количество тех самых образов, которые конкретно из уст Христа произнесены. Это не фантазии каких-нибудь фантазеров, это Христос сказал. То есть там, а про рай он ничего не сказал. Невозможно его представить, насколько он хороший. То есть даже сравнить не с чем. И он нас ждет. Но его нужно хотеть, ему нужно стремиться. И нужно над собой работать, потому что в настоящем состоянии мы в рай войти не можем. Если бы нас туда сейчас запхать, просто силой взять за шиворот и впихнуть в него, ничего не получилось. Было бы что-то такое непонятное. Либо нас бы выбросило из него, как пробку из шампанского, либо мы сгорели бы от этой удивительной райской реальности, к которой мы не готовы. Поэтому нам нужно научиться многому. Покаяние нужно человеку. Сострадание, трудолюбие, вера, внимание, молитва. У него должна быть глубокая сердечная жизнь, сокровенная внутренняя сердечная жизнь. И для этого, собственно, и пишутся книжки. Что книжка что такое? Это тихий собеседник. Ты сидишь и смотришь, бегаешь с глазами по листу. А на самом деле ты совершаешь то ли беседу какую-то, то ли ты слушаешь говорящего, то ли у тебя в душе что происходит. То есть такое молчаливое собеседование. Это внутренняя работа. Это совершенно удивительное занятие. Чтение книг. И совершенно необходимое занятие. Уж не знаю для кого, когда как кому, но для сегодняшнего человека сто процентов. раз уж мы грамотные. Были эпохи, когда грамотность не была таким широким достоянием. Когда грамотность была гораздо меньше, чем сегодня. И люди как-то в простоте спасались. Я уж не знаю. Это трудно представить нам сегодня. Сегодня, когда все грамотные, ну как же можно прожить всю жизнь без Евангелия, без Псалтири, без всего остального. Гляньте, сколько написано. Это же не дураки писали. Как говорил Рене Декарт, в книгах лучшие люди мира без зависти делятся с нами лучшими мыслями. То есть лучшие люди мира собраны на полках, как бы говорят, поговори со мной. Помнишь, как в сказке там печка, там съешь пирожок, там яблонька, там возьми яблочко. Ваня бежит в какую-нибудь чудесную страну, а ему со всех сторон что предлагают? Возьми, съешь. Вот они стоят все на полках, там говорят, возьми меня, меня возьми, открой, открой, тебе надо, тебе пригодится, я же знаю. Это все, это же интересно, это же как интересно на самом деле. А иначе что? Кино, вино и домино? Какие? А иначе какие радости в жизни у человека? Если у него вот такое все. Черная пятница, кстати, на носу. Сейчас погоним. Набивать карманы и сумки, хламом всяким, да? Вот вам, значит, потом еще, книга равна путешествию. Потому что ты реально, допустим, в детстве, например, надо почитать там и Жюль Верна, там и Стивенсона, и там кого-то еще, значит, там и Майнрида, чтобы ты вот совершил эти, чтобы тебе там обдуло, там, этим соленым ветром, там, странствий. Чтобы ты был романтиком, чтобы ты захотел быть мушкетером, какую-то книжку про мужскую дружбу, там, про то, про сё, про дальние страны, там, про это самое, про семь футов под Килем. Потом вырастешь нормальный пацан. А если ты в контрол-страйке с самого детства, значит, ну, потом будет проблема. Уже проблема есть. Ну, вот. Книга равна путешествию. Она даже лучше путешествия, потому что ты не тратишься ни на что, никуда не летишь, не сидишь в аэропорту, не покупаешь билеты, значит, не проходишь таможенный контроль. Открыл книгу и путешествуй. Какая красота! Да. Ну что? Да, время у нас ограничено, к сожалению. О, вопрос повлестит. А теперь уже на это время у нас... А вот это всегда бывает. Так бывает у маленьких и у стареньких. У школи, и в вузе, и в доме престарелых. Им говорят, слушай, спрашивайте сразу, потому что я сейчас уйду. Они смотрят на тебя. Ладно, я ухожу. У меня вопрос пошла, пошла, ловец в руку пошел. Вот так и у маленьких, и у взросленьких, и у таких. Ну ладно. Ну здесь уже я не начальник. Тут уже как вы скажете. Смотрите, давайте сейчас... Вы подойдете и зададите вопрос. Так нельзя? Нет, так уже не будет. Я уже... Уже это самое. Это надо на прием записываться, чтобы... Так не будет. Либо мы пообщаемся еще там пять минут, не знаю. Давайте, я не могу. Либо нет. Тогда ваши два вопроса и все. Мой вопрос, может быть, мне не общий выразит. Потому что вопрос такой. Вы очень много и... Как замечательно говорите о том, в этом мире литературы, о том, что читатель, читающий человек, я вас очень понимаю. Но у меня, например, два взрослых сына. И это жизнь мегаполисус, это сумасшедшая работа. С утра до вечера работа. Утро только... Суббота и Сусея, которые мы будем посвятить детям. Так как я человек, как сейчас вот пришедший церковь. Я вижу это, я понимаю. А сделать я просто физически вижу, что они, даже в этого шаглах, они настолько вымотаны этим безумным ритмом. И вот как здесь быть? Если мы затронем, дернем их за сердце и зажжем в них желание читать этот поезд, тогда цивилизация, которая нас закрутила в Юлу, она же нам дает несколько костылей. Например, она дает нам аудиокниги. Люди сидят за рулем слушать аудиокниги. Они сходят с плеерами там и в уши втыкают. Ведь когда вот я в метро, допустим, еду, я уверен, что ведь не все слушают, допустим, Бэтстрит Бойс каких-нибудь там. Я знаю, что есть мальчики, которые слушают послание апостола Павла. Есть девочки, которые слушают псалтирь. Есть юноши, мужчины, которые слушают там хор Сретенского монастыря. Есть люди, которые слушают там, допустим, там, не знаю, там собачье сердце, например, там аудиозаписи. То есть далеко не все слушают ЧПУ всякую. Есть множество людей, которые слушают книги вот в аудиоформате за рулем или вот в транспорте, лишь бы только зажглось желание. Если желание зажжется, это сумасшедшая цивилизация, безумный мир. Он позволит нам техническими средствами найти компенсацию. Вот вопрос весь в зажигании. Как это завести в эту машину? Ну и второе, и крайнее большое дело. Я полагаю, что вы любите мемуарную видеоролику. Да. И какие у вас любимые мемуары? И чем ценные мемуары для нашего поколения? Да, мемуары они… Ну, Надежда Мандельштам, например, первое, что мне сейчас в голову пришло. Вообще, я люблю читать мемуары тех, кто мне известен. Я очень люблю, что для себя Жизеэл открыл вообще. А он весь почти… Все Жизеэльщики, они пишут книги про людей, изрядно сдавливая свои тексты фрагментами переписок, дневниковыми записями. Но сейчас я прочел Флабера, его Жизнеописание. Я до этого читал его письма и дневники. Теперь прочел его Жизнеописание, но нахожусь в удивительном состоянии. То есть я очень любил его до прочтения этой книги, а теперь мне куда-то вообще не к нему появилось. Кто нам нужен? Да нам все нужны, а кто ненужные на свете есть? Нет таких. Это вопрос, опять-таки, вкуса. Например, мальчик может читать дневники или мануарные записи, например, полководцев, военачальников или спортсменов, если он спортом занимается. Надо с чем-то начать. Любишь ты, например, хоккей? Вот бери дневники Тарасова, читай, например. Любишь ты футбол? Есть много мемуарных, дневников, литературы известных футболистов. Начни читать. Здесь надо только начать. Если у тебя есть интересы исторические, литературные, духовные, здесь уж я вас уверяю. Есть такая книжка интересная «Дядя Поля против». Не слышали вы? Епископа Варнава Беляева. Это дневниковые воспоминания с 54-го по 63-й. Что кажется, была такая очень любопытная книжечка. Она, правда, книжечка такая, кирпич, чтобы убить нужно ей. Да много всего. Конечно, ты понимаешь, что всего-то нельзя, как грелкость на прудков. Нельзя объять необъятным. Но начинать кому-то с чего-то надо. В годы нежной юности можно какую-то любовную лирику читать, и какие-то дневники, знаете. Вот в 18-ом веке, например, все наши дворяне везли дневники. Просто обязаны были вести. Особенно те, кто масонами были. В масонских ложах обязывали людей вести дневники. Как способ самоконтроля. Каждый вечер они писали испытания дня. Что было там. Интересно. Есть дневники очень серьезные. Которые читаются к научной литературе. Есть дневники очень любопытные. Такие веселые. Я помню, допустим, дневник Вяземского я читал. Он долго провел время в Венеции. И там такой, например, дневник такой, знаете, балабольный такой. Он просто балаболил по вечерам. Сидел там и писал все хорошо. Он говорит, насколько интересно, как воспринимается язык на слух. Человеком, не знающим этого языка. Он говорит, я вот одному итальянцу, который ни слова по-русски не знал. Как ты думаешь, что значит слово «друг»? Он говорит, это, наверное, что он такой страшный, какой-то плохой человек. Звучит очень так. Друг. Он говорит, а слово «телятина»? Он говорит, это, наверное, любимая женщина. Он говорит, очень мягко так, благозвучно. Вот такой дневник, например. То есть с таким дневником можно на пляже полежать. Понимаете? То есть где-то, допустим, на работу в метро едешь, например, дневник серьезный. У меня был один, ну как знакомый, он был старше, мне лет на 25. Ну, знакомый ли человек, который на работу и с работы в метро, проводя полтора часа туда-полтора часа обратно, за лет 7 или 8, выучил три иностранных языка. То есть вот вам полезное использование времени. И не отмазывайте, что транспорт, суета, маята, цивилизация, жить мешает. Не мешает. Никому, кто хочет. Он выучил еще какие-то редкие языки, какие-то тяжелые такие языки. Просто сидел и читал практический курс, например, венгерского языка. Там, может, ноги сломать на нем. А он его учил, допустим, или там кому-то еще. Вот. Так что на пляже нужно с одной книжкой лежать. В самолете нужно с другой книжкой лететь. Перед сном нужно третью книжку читать, чтобы заснуть быстрее. Утром, чтобы проснуться, нужно четвертую книжку открыть. Это все очень такой, к счастью, гляньте сколько всего. Плюс интернет. Залез и на тебе, значит, такой лист. Только залезь куда надо. Поэтому мне кажется здесь такой избыток, хороший избыток. Только нужно воспитывать вкус. В состоянии такого переизбытка даже. Нужно просто заниматься воспитанием вкуса. Ну вот, собственно, спасибо вам за встречу, за беседу. Вот. И что еще вам пожелать? Христос захоронит вас. Спасибо за субтитры.